То обычно после сразу рождественских каникул, как правило, бывает, восполняются те занятия, которые не были проведены до этого. Ну, попали в праздник или еще что-то такое, да? И поэтому, значит, занятия в январе все равно после праздников еще есть. А когда они закончились, неделя перерыва или 10 дней начинается уже в следующий семестр. Поэтому, значит, такого большого перерыва между семестрами, если вы имеете в виду перерыв в течение года, такого большого перерыва нет. После того, как вы заканчиваете в июне месяце, то, конечно же, летом занятий нет. У вас там получается перерыв в районе двух месяцев. То есть в летнее время мы не занимаемся. Опять-таки, если нет каких-то специальных пожеланий по этому поводу. Ну, скажем так, всем. То есть они называются одинаково, но у нас разные учебные пособия. Соответственно, у нас, естественно, разные другие преподаватели. У нас чуть-чуть другие в данном случае требования. Кроме того, скажу честно, я не был ни на одном, хотя я хотел посидеть, но не был ни на одном занятии, ни в институте Конфуция МГЛУ, ни в институте Конфуция МГЛУ. Поэтому я не знаю, я знаю только пособия, они работают по Кондрашевскому, да, вот, учебник. Другие какие-то особенности занятий, как ведутся занятия, какие требования предъявляются и так далее, какие требования к фонетике, я сказать не могу. Поэтому пособия и преподаватели другие, конкретно, как ведутся занятия, я сам не видел. Но я предполагаю, что мы в плане, у нас нет синхронизации специальной, да, поэтому из этого я делаю вывод, что, скорее всего, наши занятия ведутся совсем по-разному. А вот тем пособия, вы, наверное, на нем нужны Кондрашевскому? Если это оно Кондрашевскому, то у вас не делается. Чего? Кондрашевский, а с вами Кондрашевский. Вы их не назвали совсем? Значит, он отличается тем, ну, во-первых, Кондрашевский, это на самом деле не Кондрашевский. Это старое учебное пособие, это старый учебник с Йо Хани, 84-го года, который взят за его основу. Он сейчас чуть-чуть модернизирован, вот последнее издание Кондрашевского значительно модернизировано, там добавлено упражнение, там изменены имена, а так это тот старый учебник. Старый это не значит плохой. Но мы просто его, как мне кажется, попытались более адаптировать к реальностям, значит, учебного процесса для того человека, кто не может, первое, который может пропускать занятия, поэтому объяснение там подробно. Второе, кто учит китайский язык, большая часть китайских учебников, и в то же самое, вот этот учебник, да, на основании которого он сделан, он предназначен для изучения китайского языка в Китае. А когда человек приезжает в Китай, он учит, у него занятия по китайскому языку каждый день, а других занятий нет. И мы считаем, что если вы находитесь вне страны, изучаемого языка, и у вас меньше занятий, у вас должно быть больше упражнений, у вас должна быть больше повторяемость, у вас должны быть более разнообразные упражнения, не ожидая, что учитель это будет компенсировать. То есть у вас должно быть больше материала. Вот, собственно говоря, кажется, что он как бы специально приспособлен к изучению вне языковой среды, при том условии, что иногда приходится пропускать занятия. Да, вы пропустили, вы, грамматика описана подробно, там, фонетические упражнения даны в большом количестве. Все это записано. При желании вы можете пропущенные вещи восполнить собственным трудом. Ну, а так и лексика другая, и все, мы тоже, хотя лексика это не самое основное, но мы попытались ее чуть-чуть модернизировать, чтобы там были всякие мобильные телефоны, компьютеры, мобильные телефоны, все остальное. Ну, вы, естественно, то, чем вы занимались и так далее, вы можете указать дополнительно в алгиту. Значит, следующее. Никто насильственно никого никуда раскидывать не будет. Если вы хотите заниматься в одной группе, занимайтесь. Кроме того, те, кто продолжают заниматься, вот, допустим, кто уже учил где-то, люди оценивают свой уровень по-разному. Некоторые люди оценивают его вниз, они говорят, я плохо знаю, а на самом деле он знает лучше. Но часто оценивают вверх. Поэтому мы тоже, когда человеку даем, рекомендуем ему идти в какую-то группу. Но человек, который продолжающий, скажем так, он может попробовать и выше, и ниже. То есть здесь нет такой жесткости. Вот вам, в списке, вас попали в разные группы, все. Понимаете? То есть здесь вы, естественно, если вы хотите заниматься в одной группе, занимайтесь в одной группе. А вот такой вопрос. Вот если я с нуля, два дня в неделю, то могу сейчас, первый семестр в весне. А если с сентября, три раза в неделю, то дальше продолжается. Ну, у нас ответ уже был дан. Если найдется большое количество людей, именно числом восемь, до этого момента таких не было, которые готовы заниматься три раза в неделю, такая группа будет. Если вашего уровня, если таких людей нет, тогда два раза в неделю. Значит, что она просветила? В ускоренном варианте просто пойдет, или просто будет больше материалов? Вопрос заключается в том, что, когда группа, скажу вам, в секрет, все учат по-разному. Поэтому нельзя сказать заранее, каким темпом пойдет группа. Можно его определенным образом пытаться регламентировать. Но обычно люди по-разному. У некоторых фонетика лучше, у некоторых хуже, некоторые слушают хорошо, некоторые совсем не слышат. Да? Всякое бывает. Поэтому, собственно, бывает группа, которая неравномерная. Поэтому, естественно, мы пытаемся темп, значит, по-другому делать. Но если образовалась группа три раза, допустим, то она будет идти быстрее, но там и оплата должна быть другой. Да? То есть там будет все другое. Они будут тогда идти своим темпом, они будут иметь свою оплату, и, соответственно, у них будет большее количество часов. Все. Индивидуальные занятия мы обычно не предусматриваем. Если вы хотите заниматься индивидуально, это индивидуальные занятия, это индивидуальная договоренность с преподавателем. Допустим, вы хотите заниматься индивидуально, вы договариваетесь с преподавателем. Да? То есть мы не делаем индивидуальные занятия. А есть смысл сдавать физические первого уровня? Смысл есть во всем. Если, значит, для ЧСК первого уровня, там не очень сложная лексика, здравствуйте, до свидания, не халцатея, поэтому еще что-то, три-пару слов. Но, если вам это повысит самооценку, и вы скажете, я стал вообще уже экзамен на первый уровень. Почему нет? Так что вы можете проучиться какое-то время и стать на первый уровень. Никто вас за это, значит, порицать не будет. Но привилегии дают третьего уровня. Привилегии, что вы имеете в виду? Поехать на стажировку. Значит, на стажировку, начиная с третьего, а именно лучше с четвертого. Потому что китайская сторона не принимает людей с начальным уровнем. Это не то, что привилегии. Раньше принимали даже с нулем. То есть вы могли поехать с нулевым уровнем. Но сейчас требования изменились. Там еще есть HSK и HSKK, которые разговорные. Вы тоже должны, на самом деле, знать два экзамена, чтобы поехать на стажировку. Но эффективнее, конечно, с третьего уровня. С четвертого уровня эффективнее. Ехать эффективнее с четвертого. Поэтому китайская сторона именно такое требование предъявляет. Что надо с четвертого уровня. По-моему, я не могу ошибаться, потому что требования меняются. Я не знаю, какие будут в этом году. С третьим на полгода вы можете претендовать максимум. А с четвертым вы можете претендовать уже на год. Ну что ж, если нет вопросов, тогда... Сейчас у нас пару слов вам скажет директор с китайской стороны. Тут есть кто с нулевым уровнем китайского? Ага, есть. Понятно. Значит, переводить не обязательно, да? А вы хотели что-то спросить? Я хотела спросить, что вам скажу, пожалуйста, в вопросе с ускорбаться. Как строятся обучения, какие темы, например, на первом уровне затрагиваются, чем сейчас в лековом обучении, а в том числе, как награжающие, автоматики, и в том числе. Я не раз слышу, чем затрагивается ли тема? Можете задать вопрос, если я могу сказать, скажите, пожалуйста, о том числе, как программу используются по изучению косметики 2.0 и косметики 2.0, какие темы изучаются? Значит, грамматика такая изучается. У вас какой уровень? Нулевой? Ну, допустим, нулевой. Бесполезно, зачем я вам буду говорить? Вам такой термин, как парцетюль, что я не говорил? Вот изучается парцетюль. Значит, на самом деле, если говорить серьезно, то есть такое понятие, как более-менее стандартизированного курса и стандартизированной тематики. И есть последовательность изложения грамматики. Мы чуть-чуть ее пытаемся менять, приспосабливая больше к потребностям общения. Ну, например, счетные слова мы пытаемся вводить раньше, чем это вводится обычно. Да? Но, собственно говоря, вот у нас последовательность, она такая, ну все начинается, здравствуйте, до свидания, как дела? Да? После этого, ты что делал сегодня? Ты какого? Ты во сколько встаешь с утра? А когда ложишься спать? То есть это более-менее стандартный набор вот таких тем, которые мы пытаемся больше приспособить к реальности, собственно говоря, сегодняшнего дня. Ну, а грамматика, мы ее тоже пытаемся давать по уровню, то есть не сразу всю, а сначала, да, чуть-чуть такая для простого изложения, которого хватит на этом этапе, постепенно расширить.